То ли кто-то откомментировал из знакомых, то ли просто фейсбук рекламу показывал. Был только один вопрос, куда деньги переводить, собственно, за эти курсы. Естественно, вариантов найти работу, если ты знаешь, код намного больше. Это возможность просто поставить ногу в дверь мира IT. Всем привет, меня зовут Аня. Я живу в Остине. Прекрасное место, чтобы начать свою QA-карьеру. Я здесь живу и работаю уже несколько лет. Я работаю в QA-индустрии 5 лет. На данный момент я работаю мануальным QA. Конечно же, я прихожу к такому выводу, что мануальному QA уже не так интересно быть в этой профессии. Нужно развиваться дальше, нужно учить автоматизацию. Без знания кода уже как бы сложно. Даже в своем собственном проекте я могла бы делать больше, я бы могла иметь доступ к большему количеству ресурсов и знаний, если бы я знала код. Соответственно, это очень, в первую очередь, мне интересно в плане знаний и развития. Во-вторых, ну, конечно же, в плане денежном. Это намного более хорошо оплачивается. Поэтому я решила пойти на курсы, чтобы выучить автоматизацию. Ну, это смешная история, на самом деле. Я рекламу в фейсбуке увидела, что то ли кто-то откомментировал из знакомых, то ли просто фейсбук рекламу показывал. Там Python-курсы запускались, была специальная цена, и я позвонила Даше, она сказала позвонить Виктору. И Виктор так четко как-то все по полочкам разложил, рассказал. Он даже не продавал, он просто вот так хорошо все рассказал, что у меня просто был только один вопрос, куда деньги переводить, собственно, за эти курсы. У меня вообще ни те, ни сомнения не было. Ну, честно сказать, сумма, конечно, не самая дешевая, но просто то, как Виктор рассказал про эти курсы, ну, это внушает доверие. Это реально внушает доверие. То, что ежедневные занятия будут помощь менторов, то, что будет поддержка на любом этапе, то, что гарантированное трудоустройство, то, что, в принципе, главная сложность человека, когда ты занимаешься онлайн, это то, что ты сам себе предоставлен, тебя никто не контролирует. А в данном случае нужно писать отчеты каждый день, заполнять какие домашние задания ты сделал. И это, конечно, подкупает. То есть, зная, что я, как и любой нормальный человек, немножко склонна быть ленивой, это, конечно же, мотивирует. Я, можно сказать, только начала учиться. У меня только самое начало пути, не могу прям многого рассказать про это. Но мне нравится количество материалов, которое доступно к изучению. Например, еще даже до оплаты курса уже можно пройти бесплатно Java Syntaxes. Какие-то еще там были курсы доступны бесплатно еще до начала. То есть, нет ощущения, что цель курса просто продать тебе что-то. Есть чувство, что курс сделан для того, чтобы просто взять тебя за ручку и от этапа того, что ты не знаешь, что такое браузер, довести тебя до этапа того, что ты идешь на работу как уверенный в себе специалист. И это мне понравилось. Это очень подкупает. Это чувствуется. Это чувствуется, что задача школы выучить тебя. Проговариваются такие моменты, как если там что-то не успеваешь, есть люди, которые помогают. В группах, в Slack'е большое количество людей, которые помогают отвечать на вопросы, решать какие-то задачи. Есть внеклассные занятия почти ежедневно. Люди собираются сами по себе или люди вместе с преподавателем собираются на внеклассные уроки и вместе учатся. Как я уже сказала, я сейчас работаю в менуэлл, и в моем же проекте у меня есть вариант развития, что мои коллеги готовы мне подсказывать, показывать. Если я имею какие-то навыки, они мне помогут их применить. И это, конечно, очень здорово. Я считаю, что люди, которые начинают учиться, им есть смысл учиться. Мне кажется, что работа менуэлл есть. Конечно, она не везде, ее не так легко найти. Большая конкуренция, естественно. Но я не хочу сейчас кого-то так разочаровывать и говорить, что нанимают только автоматизаторов и вас не наймут. Ну, как минимум, потому что это неправда. Меня наняли, я нашла свою работу. Другие мои коллеги тоже попали в этот проект. Как бы это не сказки, это существует, это есть. Но с другой стороны, как бы другая сторона монеты, что правда, быть автоматизатором намного выгоднее, интереснее, проще, больше пути развития, больше карьера. Естественно, вариантов найти работу, если ты знаешь код, намного больше. Но я не хочу кого-то огорчать и говорить, что только автоматизация и все. Мануальное есть. И если вы сейчас только в начале своего пути, то я считаю, что это замечательный вариант найти свою первую работу. Но просто на ней нужно не застаиваться, а через какое-то время, когда уже чувствуешь себя комфортно, нужно развиваться и учить автоматизацию. Кому это не подойдет? Во-первых, нужна большая самомотивация, чтобы начать учиться. Что мне нравится в школе Пасфа, это то, что есть дневники. Ты заполняешь, ты контролируешь, у тебя есть какие-то там бонусики, там монеточки, что-то интересное. Это все как в игру немножко превращается. Но тем не менее, это не отвергает основной сути дела. Ты сидишь один перед монитором и много учишься. И это не только в начале, это всегда. Ты, когда сталкиваешься с проблемой, то ты всегда первым делом ищешь в гугле, какой ответ на эту проблему, как это можно решить, и ты, в принципе, один. И если это не для тебя, если это не то, что ты ищешь, то это может быть скучновато. Если это для тебя по характеру не подходит, просто ради денег, а там хорошо платят, но ради денег там тяжело будет долго удержаться, потому что соблазнов бросить это все будет больше, они будут перевешивать. Но это именно, если это не в твоем характере. Мне кажется, одно из очень важных преимуществ в школе паспы, это то, что обучение идет на русском языке. Ну, честное слово, там нужно 100 слов знать на английском языке. И то это то, чтобы там пройти работу, ответить на вопросы. В дальнейшем ты сидишь один на один с компьютером и работаешь целыми днями. И если ты знаешь, что ты делаешь, если ты знаешь шаг за шагом структуру работы, то у тебя нет никаких сложностей с английским языком. Главное, самое сложное, это понять, что ты делаешь, и чтобы тебе не возникало вопросов, каких-то подозрений, что ты что-то не знаешь. И когда в школе идет обучение на русском, вот лично мне, это на 100% информация понятна, каждая деталь. Мы носители русского языка, нам так проще. И если как бы информация усвоится у меня, то мне неважно, на каком языке она будет. Главное, что я знаю, о чем. Я считаю, что это очень перспективная сфера. Это хорошая первая ступень в IT. Естественно, странно будет говорить, что это прям конечная цель. Это только начало. Это возможность просто поставить ногу в дверь мира IT. И это отличный вариант. Я считаю, что мануальное тестирование есть, и на него нанимают. И, конечно же, большие шансы у людей, которые закончили этот буткэм, найти свою первую работу в мануальном. Но главное, это просто не стопориться в этом и понимать, что это только первый шаг.